Но при этом этот же горе-аналитик восхваляет имама Шамиля, который убил малолетнего булач хана, малолетнего мальчика несовершеннолетнего, целенаправленно убил, целенаправленно убил, чтобы прекратить род аварских ханов. Калантанов Рамин Калантанов Рамин Я обещаю, что вот этот праздник на 23 августа, открытие этой мечети, я его немножко омрачу тем, что подготовлю материал, разоблачающий тему этих мечетей. Как раз к 23, иншаллах, этот материал будет опубликован на моем канале. Поэтому ждите, кадыровцы, это немножко напряжет и испортит ваше праздничное настроение в этот день. Но Руслану Курбанову я бы хотел сказать, вот твоя миссия, с которой ты поехал, Кадырову, вот это вот примирение, она выглядит, знаешь, она выглядит лицемерно на самом деле. Я просто не знаю, чем заменить это слово, потому что по сути ты ему говоришь следующее. Давай мы, мы дагестанцы, фанаты имама Шамиля, мы не будем считать тебя и твоего отца предателями, мы не будем этого говорить. А ты в ответ не будешь критиковать имама Шамиля. Давай вот договоримся, такой, значит, консенсус, такую сделку заключим с тобой. И Кадыров как бы говорит, да, я вот этого от вас и хочу. Признаетесь, что мы не предатели, он говорит, что я и мой отец. Он там несколько раз это повторяет, что вот там кнопочные герои пишут, что я предатель, мой отец предатель. То есть это его беспокоит. Это ему неприятно. Я знаю, что ему это неприятно. Ему это очень неприятно. Это те мысли, это та действительность, с которой он ночью ложится спать, с которой он наедине остается. Когда он ложится, он вспоминает, он знает, что он предатель, что он сын предателя, он это знает. Поэтому это для него большая проблема. И вот вы делаете такую как бы сделку. Он говорит, да, давайте, вы оставьте эту тему, вы не говорите обо мне. И ты говоришь, да, хорошо, а ты не критикуй, значит, имама Шамиля. И мы вот у себя там проведем работу, будем призывать, чтобы они, фанаты имама Шамиля в Дагестане не говорили, а тебе плохо о твоем отце, ты не будешь говорить о имаме Шамиле. И все, мол, у нас мир, мир, дружба, любовь. Но это так не работает, Руслан. Это не так работает. Ты вместо этого лучше бы призвал бы вот этих вот горя аналитиков в Дагестане, как, например, вот этот вот журналист, аналитик из газеты Черновик, еженедельника Черновик. Сейчас я назову его имя. Его зовут Ислам Узалов. Допустим, вот этот вот анализ интервью Рамзана Кадырова и историка идеологических скреп Дагестана-Чеченского общества, который он написал, здесь он начинает как-то не критиковать даже, ну, давай, скажем, критиковать, так назовем это, критиковать Дудаева, Масхадова. Причем, мало того, что он, в принципе, тоже запутался в истории. Сказал, что Дудаев после подписания там Хасавюрдовских соглашений полетел к Шаймиеву, короче. Полетел к Шаймиеву в Татарстан, вместо того, чтобы прилететь в Махачкалу. Хотя Дудаев на тот момент уже мертв, год уже, как его нет в живых. Да помилует его Всевышний Аллах. Ну, ладно, как бы это, может быть, перепутал. Перепутал Дудаева с Масхадовым. Но проблема в том, что он посягает как раз-таки на героев. Понимаешь? Не на наших, не на чеченских, а на наших всех кавказских. У нас одни герои. Если ты с этой точки зрения, с этой позиции ты выступаешь, то у тебя не должно быть дагестанских героев или чеченских героев. У нас есть наши общие кавказские герои. Гази Мухаммад, это не аварский герой, это наш общий герой. Как и Байсенгур, Шейх, Мансур, Дудаев, Масхадов, это все наши герои. И этот человек, он посягает на них. Вот если бы вы наоборот проводили бы работу с такими людьми и призывали бы их, пускай критикуют Кадырова сколько хотят, пускай называют его предателем и его отца предателем. Ведь это правда, они являются предателями. Но не посягают на честь действительных героев, до которых имаму Шамилю как до неба. В отличие от которых имам Шамиль не смог вот так до конца пройти. Не смог вот так уйти в сражении, уйти шахидом. Он не смог. Понимаете? Он далек от них. И этот человек сидит, пишет целый анализ в газете, где раскритиковывает, значит, Дудаева за то, что он, видите ли, захват этой больницы в Кизляре организовал, мол, в братском Дагестане вот так вот он себя повел, а потом полетел, значит, к Шаймиеву. А при этом затем идет основная львиная доля его статьи, где он рассказывает, значит, сравнивает имама Шамиля и лестно отзывается о имаме Шамиля. Хотя Джахар Дудаев, да помилует его Всевышний Аллах, даже если он и спланировал эту акцию в Кизляре, даже если мы это предположим, то ведь Джахар Дудаев не послал туда людей для того, чтобы они там поубивали мирных жителей. Ведь не для этого они туда пошли. Ведь этот акт был совершен только лишь с одной целью – прекратить убийство десятков тысяч мирных жителей, детей, стариков, женщин в Чечне. Только с этой целью это было сделано. Ведь он не отправил туда людей для того, чтобы убить этих невинных людей. Ведь и ты, и я, и этот горе-аналитик, мы это прекрасно понимаем. Вне зависимости от того, как мы это оценим, правильно это было или неправильно, мы все прекрасно знаем, что для того, чтобы убить невинных людей, он туда никого не посылал. Мы это прекрасно знаем. И никто, насколько мы знаем, никто там убит и не был. Никто из тех, кто был тогда с Алманом Радуевым, с Исрапиловым, с Хонкарбашей, с Адгириевым, никто из них никого не расстреливал. Если там даже погибли мирные люди, то они погибли от российской агрессии. Но при этом этот же горе-аналитик восхваляет имама Шамиля, который убил малолетнего Булачхана, малолетнего мальчика, несовершеннолетнего. Целенаправленно убил. Целенаправленно убил, чтобы прекратить род аварских ханов. Что это за двойные стандарты такие? Что это за лицемерие? Дудаев, который не посылал туда людей, чтобы убить невинных людей, он не посылал их туда. И он это прекрасно знает. А имам Шамиль послал людей убить невиновного маленького мальчика. И убил его. Казнил его, понимаете? И сегодня об этом говорится. Но это была политика. Там из него хотели сделать руководители. Да, это была, конечно, политика. Но вы ведь готовы это оправдать? Вы ведь сидите и оправдываете это? Тогда будьте любезны. Оправдайте и Джохара, и Масхадова, и всех остальных. Также оправдайте. И помните, да, что в отличие от имама Шамиля, они закончили свой путь, сражаясь. Они не закончили свою жизнь, будучи в Калуге, получая там пенсию и отправившись в Удобхадж. Понимаете? Вот этот момент надо просто уточнить. Вот здесь нужно определиться. Кадырова можно сколько угодно критиковать. И нужно его критиковать. Критиковать не нужно. Точнее, от критики я бы ничего не сказал, если бы это была просто критика. Если бы она была бы нелицемерной, искренней. Если бы этот горе-аналитик точно так же в два раза сильнее раскритиковал бы имама Шамиля за убийство невиновного ребенка, тогда бы я сказал, да, справедливо. Справедливо человек рассуждает. Но ведь он не рассуждает. Вот в чем проблема. Поэтому я думаю, в этом направлении надо поработать. А не в том, чтобы примерять, лицемерно примерять фанатов имама Шамиля с Кадыровым. Договариваясь с ним о том, что давай, ты, значит, сюда не стреляешь, а мы сюда не стреляем. Но это лицемерие. Лицемерие далекое от истины. Субтитры создавал DimaTorzok